Пока все разъехались по Европам, Турциям, Таиландам и так далее, я покажу, как я провела первый месяц лета июнь в городе Алматы. Если честно, июнь для меня вообще не был летом, потому что я провела почти весь месяц, сдавая экзамены. Также у меня были государственные экзамены, у меня были сессии и так далее, и после чего у меня было вручение. Об этом всё мне делилось всё в Инстаграме, и я думаю, что говорить много об этом мне стоит. Если честно, я вообще не люблю делиться своей жизнью в ТикТоке, и в основном свою жизнь я выкладываю только в Инстаграм. Поэтому, если вам интересно что-то из моей жизни, то подписывайтесь, там очень много всего интересного. Также в июне я побывала на фестивале «Сходим в фест». Отдельное видео записывать я не стала, потому что я приехала туда очень поздно, где-то к 9 или 10, зато я успела к концерту «Quest Pistols» и Ирины Кайратовны. Они, конечно же, уступали с их новым альбомом, который я даже не слушала, поэтому было не так интересно, но всё равно это был необычный опыт. Также я посетила фестиваль скидок в «Достык Плазе», о чём я тоже записывала видео, перемерила кучу вещей, посмотрела очень много всего интересного, что сейчас вообще продаётся. Ну и, конечно же, ухватила классные скидки. В июне я, наконец-то, начала более активно ввести другие сети помимо ТикТока, такие как Ютуб и Инстаграм. Я начала выкладывать в Инстаграм свои тренировки, свою рутину, медитации, которые мне нравятся и всё-всё-всё, что связано с саморазвитием. Потому что людям это актуально и интересно, чем я занимаюсь, и это очень приятно. А на Ютубе я каждый день выкладывала длинные видео, ну, почти каждый день. Я разговаривала на разные интересные темы, показывала свою жизнь, влоги, в общем, было круто. В общем, июнь получился очень-очень продуктивным, я очень много всего делала и каждый день был максимально насыщенным. Несмотря на все стрессы и экзамены, я всё равно очень много всего успела сделать. И, наконец-то, начался июль, и я могу полностью расслабиться и отдыхать. Пишите в комментариях, как прошёл ваш июнь, мне будет очень интересно. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok